Здравствуйте! Вы смотрите цикл интервью «Семинаристы говорят». Мы общаемся со студентами духовных школ об актуальных проблемах современной действительности. Меня зовут Мария Пономарева. Нужно ли светское образование священнослужителю? И как образование влияет на служение в церкви? Об этом мы сегодня поговорим со студентом Московской духовной семинарии Олегом Котовым. Здравствуйте, Олег! Добрый день! Я знаю, что у вас есть высшее образование, вы закончили бакалавриат, магистратуру. Как это повлияло на ваше обучение в Московской духовной академии? Вы знаете, прежде всего, это дало совершенно твердую уверенность в том, что я пришел сюда учиться в твердом уме и здравой памяти. Я знаю, для чего я пришел. Я примерно представляю, что это труд большого объема, к которому я должен, соответственно, отнестись так, чтобы вложить в него максимально полно все, что я приобрел ранее. То есть это вам помогает здесь? Вы знаете, в какой-то степени помогает, в какой-то степени есть определенные сложности, внутренние противоречия, которые продиктованы тем, что светское образование имеет свою специфику, церковное свое. Ну и как раз синтез этих двух подходов, он достаточно сложен, потому что образование в церкви требует еще большого участия внутреннего, некого духовного делания, которое все-таки в светском образовании отсутствует. И, конечно, церковное высшее образование имеет свою специфику, в частности, то, что обучаясь в институте, потом в аспирантуре, я не сталкивался с каждодневным выполнением домашних заданий, такой некой школярской системы, которая, безусловно, на данном этапе московских духовных школ, она необходима. Ну, конечно, как человеку, который все-таки уже что-то имеет за плечами, это тяжело. Скажите, на ваш взгляд, нужно ли священнику иметь светское образование? Безусловно. Более того, если бы я имел какое-то отношение к процессу методического руководства, обучения к принятию решений, наверное, я бы даже ввел бы образовательный ценз для поступающих в московскую духовную школу, потому что все-таки образование, образование богословское требует некоторой подготовки. Некоторой подготовки и твердой уверенности в том, зачем ты сюда пришел, знаний и пониманий этого. Кроме того, уровень проблем, которые поставляются современным богословием, он достаточно высок. Это требует тоже, опять-таки, подготовки интеллектуальной. И дабы человек, скажем, не холостил какое-то время, то есть не работал впустую, постигая то, что можно вполне в рамках воскресной школы, может быть, среднего специального учебного заведения церковного узнать, чтобы он не тратил время на это, а учился бы в полную силу и мог бы потом принести как можно быстрее и в более полном объеме для церкви благо. Это имело бы смысл, на мой взгляд, все-таки людей брать с высшим образованием. А как светское образование может повлиять на будущем служении? Вы знаете, самым прямым образом, дело в том, что современная ситуация, в том числе и общественно-политическая в нашей стране, она способствует тому, что в церковь приходят люди в возрасте самым работоспособным, то есть я предполагаю, где-то лет от 22-25 лет до 50, то есть люди, которые кое-что уже узнали, имеют опять-таки какой-то багаж за плечами и которые готовы слушать, и которые готовы участвовать в жизни. Поэтому, естественно, надо хотя бы иметь представление об их уровне мышления. И опять-таки общаясь с этим человеком, ты можешь более-менее быть адекватен на его мировоззрение и попробовать найти язык с ним через это. То есть, насколько я поняла вашу мысль, сейчас прихожане в основном с высшим образованием, да? Если мы посмотрим в храм, увидим совершенно разных людей, есть так называемые бабушки, это люди, у которых богатый достаточно жизненный опыт, но им не нужно проповедовать на том уровне, о котором мы говорим с вами, потому что во многом они принимают это сердцем, зачастую они принимают это верно. Но люди, которые пришли, скажем, с улицы, которые уже где-то поучили, где-то послужили, у них есть много вопросов, у них есть устоявшаяся позиция, позиция зачастую светская и далекая от понимания вопросов тех, какие дает нам церковь. Поэтому мы должны апеллировать к вещам им понятно. В этом случае, конечно, будущий священнослужитель, он должен уметь работать как с этими людьми, так и с людьми пожилыми, с людьми любого возраста. Но, естественно, для нас, я думаю, все-таки основная цель это обратить людей, которые могут принести как много больше пользы и церкви, и обществу. То есть, которые потом дадут всходы, на которых будут взращиваться уже следующие поколения. И светское образование в этом может помочь, священникам? Безусловно. Даже на том новоначальном уровне, на котором нахожусь я, замечаю, что, конечно, легче найти язык с людьми, с которыми ты примерно где-то одинаково мыслишь. Даже вот в таких категориях бытийных, что называется, онтологических. Есть социальные институты, которые человек, например, мужчина должен пройти. Не раз я сталкиваюсь с тем, что многие прихожане, люди разумные, и те, которые прошли еще советскую школу, они не принимают, может быть, молодых священников. Зачастую почему? Потому что эти люди не выполнили свой долг по отношению к родине, то есть они не служили, не прошли военную службу. Для мужчины это крайне важно, и это говорит прежде всего о его реальной намерении пожертвовать собой, а не отрицать. Тем более, если эти люди видят, что человек имеет зачастую только духовное образование, для них он ставится человеком, как ни странно это звучит, с неким образованием по отношению к их светскости секулярным. Потому что, да, человек может прийти и принести свою исповедь священнику, но опять-таки какие-то вопросы важные он даже по житейской обычной гордости не задаст. И дело не в том, что человек плох, что вот он гордится, но нужно это доверие. Нужное доверие. Не зря мы говорим о том, что традиционно есть определенные возрасти, возрасти для принятия священного сана. Как правило, 25 лет для принятия дьяконского сана и иерейского 30 лет. Я думаю, эти условия, они выработаны церковью, выработаны уже не одно тысячелетие, надо элементарно, может быть, этому исследовать. Светское образование влияет на духовное, именно духовное развитие человека? Я думаю, что все влияет на духовное развитие человека. Другое дело, то, о чем мы говорили с вами вначале, что уровень поставляемых современных богословских проблем и вопросов, он требует очень хорошей работы разума. И тут, естественно, разум должен быть готов, он должен быть натренирован, вышкален. Мы достаточно вспомнить отцов-кападокийцев, которые по тому времени получили замечательное светское образование философских школ, которые были в так называемых артистических школах. И это, возможно, в том числе позволило им выдвинуть богословие на ту высоту, к которой он стремится и теперь. Вы сказали, что хорошо, когда священник с неким уже багажом знаний. Вы не думаете, что хорошо, когда молодой человек из родительского гнезда, из родительской опеки переходит сразу же под опеку преподавательскую? То есть для чистоты души, может быть, это лучше? Вы знаете, если рассматривать это с точки зрения такой идеалистической, безусловно, в этом есть соль. Но если это рассматривать в том контексте, в котором говорим и сейчас, о высшем духовном образовании, которое пытается неким образом войти в систему вообще классического образования, я думаю, это не очень хорошо, потому что молодой человек — это еще подросток. И зачастую мои однокурсники, я видел людей, которым по 17 лет, они так же, как их сверстники, увлечены очень многим, что свойственно сейчас их природе, и они не способны зачастую адекватно воспринимать ту информацию, которую дают нам преподаватели. В результате, опять-таки, то, о чем говорил, процесс холощения и во многом выхолощивания внутрь. Потому что дисциплина духовных школ достаточно строга. Я могу сказать, что, имея за плечами определенный опыт образования, профессиональную военную службу, мне было тяжело, особенно на первом курсе было очень тяжело. И я видел, что происходит с мальчиками. Для них это гораздо еще тяжелее. И, может быть, принимая внешне для себя дисциплину, которую нам дают духовные школы, внутренне рождает где-то даже протест. Запретный плод, как говорится, сладок. Безусловно. Да, мы можем говорить, что человек, который пришел сюда с багажом, он, к сожалению, вкусил и того, чего, может быть, не стоило вкушать. Но во многом он уже покаялся, этот человек. Или даже если он этого не вкусил, все равно он знает, он будет учиться. Он не будет стараться тратить свое время на вещи, приходящие. Опять-таки, говорю, мне очень тяжело. Я чувствую, и я чувствую, как тяжело сейчас и моей супруге, тяжело моей маме все это вместе переживать. Но мы знаем, ради чего это происходит. И я понимаю, что иной дороги уже нет в жизни. Нет иной дороги, нет иного пути, как кроме идти ко Христу. А для мальчишек этот выбор, он очень сложный. Не надо испытывать иллюзии, я думаю, что сейчас могу это искать и для поступающих. Потому что что такое для нас обучение? Это еще огромное количество послушаний. Это физическая работа. А помимо этого есть обязанность, которую ты должен выполнять учебные. Помимо этого должна быть какая-то внутри человека духовная жизнь, что является крайне важным и крайне тяжелым делом. Ведь не случайно говорят, что молитва — это самый тяжкий труд. Могу сказать, что я не умею молиться. Я пытаюсь этому научиться, но понимаю, как вся моя немощь и вся моя вопиющая жизнь противятся этому. Это крайне тяжкий труд. Это крайне тяжкий труд. И ответственность будущего священнослужителя, и само священнослужителя велика. Поэтому, конечно, нужно готовить свое сердце, надо готовить годы. И я думаю, это разумно. Ну вот с образованием до Академии понятно, да? Вот человек получил высшее образование светское, и он сам для себя решил, да? Пойду в духовную школу. Но я знаю, что из нашей Академии часто отправляют ребят за границу, в МГУ, да, допустим, учиться, да? Получать, считай, светское образование. И все-таки много соблазнов, да? Потому что это совсем другая жизнь. Это не мешает их духовному развитию. Как сказал Господь, невозможно не прийти в мир соблазнов. Мы должны помнить, что во многом наша веткость является самой главной проблемой. Поэтому упование на помощь Божию в противостоянии нашим страстям, оно поможет любому человеку. Другое дело, если человек внутренне настолько развинчен, что он готов быть падким на все, что предлагает ему падший мир, тогда ничто ему не поможет. Ни духовное предыдущее образование, ни какой-либо авторитет, только Господь. Поэтому есть замечательные, и мои однокурсники, и люди, получившие высшее образование, и оставшиеся людьми глубоко внутренне невинными. Есть и другие примеры. Все тут зависит, конечно, от направленности человека. Абсолютно только от этого. Потому что, опять-таки, Господь стучится в сердце каждому. Мы отворяем или затворяем эту дверь. Если мы ее вначале открыли, а потом затворили, тогда, опять-таки, нам никто не поможет, пока мы не откроем. Через покаяние, через исповедь всего того, что мы на себя набрали ненужного, до тех пор мы снова опять не изменимся. И история человечества, человечество, связанное с жизнью во Христе, и история даже монашества, знает множество примеров, когда люди падали и потом восставали, и начинали сиять намного ярче, чем светились до этого. Большое спасибо, Олег.